Добрый день всем! Сегодня мы начинаем сборку нашего самолета, вставляем колеса, фиксаторы. Шасси готово. Считай, пол дела сделано. Выглядит это будет примерно так. Вот таким образом. Не знаю почему, но почему китайцы не запланировали установку угольной вставки где-нибудь еще здесь, в этом районе, было бы конечно неплохо. Крыло нужно будет соединить, склеить здесь, вставив его предварительно в прорезь фюзеляжа. Будет у нас вот такой вот циокрин для соединения карбона и ЕПП в этих местах. Для соединения ЕПП с ЕПП будет использоваться знаменитый клей Ухупор. Следующий момент, который мне не понравился, это установка сервоприводов. То есть, если китайцы здесь вырезали паз под крепление сервопривода, то почему его сразу нельзя было сделать под необходимую глубину? То есть получается у нас сервопривод встает, и он становится не до конца. Получается здесь зазор. Еще один момент, который у меня тоже была задача, значит это установка вот этих замечательных кабанчиков, качественно выполненных. Каким образом китайцы планировали их поставить сюда, мне непонятно честно говоря. Площадь вклеивания ничтожно мало здесь. Либо получается сделать прорезь здесь вот так вот в самом элероне и утапливать кабанчик по самой не могу. С этим разобрались, я идем дальше. Вот такая у нас карбоновая моторана. Достаточно жестко все. Вот так вот у нас будет крепиться мотор. Вот таким образом. Фюзеляж тоже предварительно собранный. То есть все планочки, все речки подошли под вырезанные гнезда. Проблема такая же, как и на крыле. Значит, если здесь с одной стороны наши планки встали очень хорошо, не выступают, то есть все это спряталось за под лицо. Видно, что очень хорошо установилось. То с другой стороны получается, что у нас надо будет дорезать. То есть уголь не хочется, естественно, на свое место. Значит, здесь точно так же планируется уголь вклеить на вот такой циокрин, либо подобный клей. Само соединение между половинками фюзеляжа будет выполнено на уху поля. Это наш кронштейн под стойку шасси. Вот таким образом будет стоять. Дальше у нас идет руль направления. Значит, здесь у нас также вставлен уголь. Опять та же самая проблема с установкой кабанчика. То есть, как он будет... Почему нельзя было его утопить и, скажем, вот эту часть сделать более глубокой, с тем, чтобы он утопился туда. И утопился не только здесь, но и зацепился, в частности, вот в этом месте. Тоже не совсем понятно. Мы посмотрим, как нужно будет это дело исправить. Скорее всего, опять-таки, проблема будет решена при помощи таких вот кабанчиков с большой-большой ногой. Ну, соответственно, здесь будут опорные площадки. Вот так. И с этой стороны замковая площадка. Так, еще один момент, который здесь будет реализован. Значит, вот эта вот порнография будет срезана. И на место нее будут установлены две пары вот таких вот петель. Одна петелечка станет здесь, вторая петелечка станет здесь. Будет вот таким вот образом все это дело установлено. Остается у нас стабилизатор. Здесь все просто. Точно так же вставляются угольные пластиночки. Проверяется, что все у нас утоплено, что все находится заподлицо. Ну, и с кабанчиком точно так же поиграемся, посмотрим, как лучше сделать. У нас у кабанчик тоже, опять-таки, отверстие есть под кабанчик. Сам кабанчик, если приложить сюда, то, разумеется, по оси вращения он уже не вписывается. Если с этой стороны приложить, то получается вообще фигня. Проклеиваем карбоновые рейки на фюзеляже. Вверх у нас руль высоты отклоняется хорошо, а вниз не очень. Вот это место будет необходимо подрезать. Вот так у нас было. Вот так стало. Вклеили кабанчик руля в направлении. Так, мы вклеили стабилизатор, вклеили руль направления, вклеили крыло. Вот уже самолет у нас приобретает вид. Следующий шаг – комплектация электроникой. Сейчас мы проверим работу нашего регулятора, работу мотора. При распаковке сервоприводов я уже подумал, где искать сервоудлинители. И был приятно удивлен, потому что два сервопривода были в комплекте с длинными проводами. Пик-пик-пик, парабамп. Три банки, все нормально. «Слюльчон» 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 Здесь выяснилось вот такой неприятный момент. Толщина ступицы пропеллера достаточно велика, резьба короткая, то есть здесь получается всего пара витков, что не есть хорошо конечно. Так, сегодня проводим тест мотора, пропеллер поменяли, поставили более легкий 10 на 6, пропеллер GWS или в простонародье GWS, пропеллер 10 на 6, он полегче и сама ступица потоньше. Так, у нас 12 вольт, 12,5. Посмотрим сколько с таким винтом будет потреблять ток. 14 ампер, что в общем-то приемлемо. Про тяги посмотрим. Тягу к сожалению померить сейчас нечем. Собираем удлинители качалок. Таким образом у нас будут работать элероны. Гнездо под батарейку у нас имеет размеры 90 миллиметров на 25 миллиметров. Здесь мы видим хвостовые сервоприводы, вот так вот прячется провод. На самолет планируется останавливать батарейку ЛОНБА 1350 мАч. Вот таким образом. Центровка 85 миллиметров передней кромки крыла. При указанной комплектации мы не попадаем в центровку. Нужна либо более тяжелая батареечка, либо нужно грузить носовую часть. Наш самолет собран. Следующий шаг это облет самолета. Спасибо за внимание и всего доброго! Субтитры сделал DimaTorzok